Вот еще одна история о детях, но, к сожалению, совершенно с противоположной эмоцией, совершенно с другим финалом. Приемный отец признался в убийстве дочери в озерах. Он рассказал, что в апреле напал на 6-летнюю девочку просто потому, что она ему не нравилась. Тело маленькой Вероники он расчленил и сжег, а останки ребенка вместе с женой раскидал в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Показания мужчины подтвердила и бабушка погибшей. 4 месяца эта семья, посмотрите на их лица, делала вид, что все вот так же хорошо, как на этих фотографиях. Но когда узнали, что к ним придут с проверкой социальные работники, решили инсценировать пропажу девочки. Приемные родители и бабушка обратились в полицию и заявили, что Вероника якобы убежала. В ходе осмотра дома подозреваемых следователи обнаружили многочисленные капли бурого цвета, очень уж похожие на кровь. К тому же брат малышки рассказал полиции, что его сестра, наверное, утонула. Чуть позже выяснилось, что двух детей эта пара усыновила для того, чтобы получить бесплатно участок земли. Сегодня суд должен назначить меру пресечения приемным родителям и бабушке. Местные жители требуют высшей меры наказания. Высшая мера наказания, расстрел, девушки вместе, расстрел. Высше, выше, выше быть некуда. По жизни, по жизни, по жизни, всем троим, чтобы они ходили, чтобы они ходили там, полусок. Высшая мера наказания, пожизненный срок. С ума сойти на трое детей, вот дети трое, ходили по трупам три месяца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!